Привет, Олен. Привет, Хасай Магомедович. Слушай, ну ты знаешь, что у нас вебинар будет сейчас вот в среду в 20 часов, да? Конечно, и он должен быть наимочнейшим, как обычно, но даже лучше. Да, но ты там включишься, покажешь, как приемы раскрепощения делают. Я с радостью, я думаю, вот опять же взять вот этот блок пальпирования, разминания биологически активных точек, наше созвездие подобранное, да? И несколько движений и синхрогимнастики, напряжение, чтобы у наших участников мышечное, психологическое тут же снялось за эти минуты, чтобы они были более предрасположены и более эффективны на нашем вебинаре. Смотри, я Марку, своему другу в Израиле, картину пишу на подарок, посмотришь, какая будет через 2-3 дня. А что ты хочешь написать касаемо Гагомедовича? Ну, я, слушай, я отпускаю. Скажи секрет, как у наших художников говорят. Нет, говорить не буду, что я буду рисовать. Правильно. Тут будет полная фантазия. Правильно. Я его предупредил, что это будет фантазия. Так. Ясненько. Ну, посмотришь, как получится эта шляпа. Эта шляпа пока. Ну, посмотрим, что получится. Кстати, у меня тоже появился новый холл 60 на 80, хороший размер. Я тоже томлюсь, томлюсь в том, чтобы, вот, думаю, что бы все-таки метеорит, планета или что-то другое по весне. Ну, будет видно, тоже секрет пока. Хорошо, пока говорить не будем. Ты видишь, что я делаю? Ты догадаешься потом. Ну, я уже вижу, да. Да? Я же тоже опытный художник. Ты просто опытный художник. Ты хороший художник. И это мы тебе давно знаем. И мы давно об этом знаем. А? Видишь, как получается? Да. Здорово. Хорошо, правда? Ну, это я так понял, что же это будет, женщина или не женщина. Не, я сейчас говорю, пока ничего не буду. Все понял. Чтобы это была такая фантазия, такая, чтобы была интересная. А я, кстати, про фобии, Хасай Магомедович. У себя на канале я сделал выпуск и пообещал, что сделаю еще один. Про фобии. Вот боялся зубы чинить? Ну, со школы осталось. Помните, там вот такие были вот эти буры, которые чуть ли не вручную. Так больно было. Она всю жизнь остается. У многих людей, кстати. А я так собрался, сосредоточился, вспомнил, что у меня теперь будет красивая улыбка. И пошел, и сделал, и с радостью. И теперь у меня как бы и зубы починимые. А потом я еще обещал им про самолет рассказать, как я боялся на самолете летать. А потом превратил это в удовольствие. Когда мы летели, подготавливали спецконтингент к подъему Курска. Помните? Вот тогда. Первый раз у меня была такая фобия. Так страшно мне было лететь. Но я вот с ключом. Ну, надо же было лететь. Да. И я так переключился на это, что у меня это в удовольствие было. Да. Так вот, я это у себя на канале. И об этом и говорю. Это, кстати, очень важно. Это же решение проблем фобий. А если представить человеку... Они у всех есть, кстати. У всех разные. У всех разные силы. У всех по разным причинам и направлениям. А если человеку представить, что у него жизнь вообще без страхов и этих фобий, так это же другой человек. Оказывается, можно их решать эти вопросы. Я это по себе знаю. Это же совсем другой человек. Конечно. Но самое главное, чтобы на вебинаре показали то, что нужно делать для того, чтобы быть изобретателем. Чтобы в любой момент в экстремальных ситуациях у человека рождались неординарные решения не только к адаптации, а еще чтобы что-то создать новое, что поможет ему в жизни улучшить жизнь и улучшить свои отношения с людьми, даже с которыми поссорился. Я возьму физиологическую часть напряжения, мы снимем все вместе. Могу немножко их подзагипнотизировать, если надо. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но я шучу. Не, ну могу, но ни в коем случае. А потом, да, и они будут уметь. Потому что творчество, это и есть жизнь. Ни в коем случае. Свободная с большими достижениями и результатами. Никаких гипнозов. Ну я пошутил же. Я знал вашу реакцию. Я, наверное, знаю большинство реакций у наших слушателей, что мы же, естественно, у нас же ключ, у нас же не гипноз. Какой там гипноз? Это следующее поколение, следующий битокс. Это человек сам без гипнотизера. Кто-то задает мне вопросы, научите нас гипнотизировать. Я им говорю, слушай, это прошлый век. Конечно, это вчерашний день. Но они об этом не знают. Нам надо им об этом говорить. Вот у них тоже стереотип. Правильно? Гипноз, 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 гипноз. А чтобы был гипноз, нужен гипнотизер. То есть один человек влияет на другого. А тут мы, например, раз и научили человека. И он сам. И он сам. Самое главное, я тебя сейчас перебью на секунду, извини. Самое главное в картине – это эмоция, это взгляд. Чтобы ты посмотрел. Ну, ты-то понимаешь. Но чтобы человек посмотрел на картину и сразу почувствовал какое-то резкое внутри, к нему такое отношение. Позитивный, теплый, человеческий импульс. Импульс. А для этого я, как художник, должен быть сам в этот момент влюбленный в того, кого я рисую или кому рисую. Да. А еще и в ключе. Да. Чтобы было гармония. Сейчас видно, нет? Уже начинает становиться видно. Подожди, подожди. Сейчас я разгляжу, разгляжу под микроскопом. Да вот тут ничего себе. Это же Клечетый. Я узнал его, это Клечетый. Вы помните фильм про принца Флоризеля? Когда наш художник, кстати, земляк играл художника. Это же Клечетый. Я узнал. Клечетый. Он в этом фильме играл. Асхаб наш. Да, ваш знакомый приятель. Приключение принца Флоризеля назывался в фильме. Он его периодически и показывал. Это же Клечетый. Касаемый комет, я удаляюсь. Тут ко мне пациенты прорываются. Давай, подожди еще. Я тебе хочу один жест показать, как я сделал. Один жест. Маленький жест. А, кажется, можно вообще уже вот просто не трогать. Это в таком стиле необычном для вас. Ну, просто какой-то арт вообще. Арт-шок. Я серьезно говорю, у вас нет больше холста под рукой? Просто это взять и отставить. Там прям уже лицо же есть. Там глаза, взгляд. Ну, только в каком-то своем стиле другом. Не вашем. Ну, вообще, это может быть другой ваш новый стиль. Вы меня не слышите. Мой стиль – авторская живопись, которая заключается в том, что я рисую, отпуская свою кисть, как говорится, в поток, и вместе со мной рисует природа. Как говорит хороший художник, моей рукой рисовал Бог. Да. Так вот уже жалко, что сейчас на публике уходится. Она уже готовая вещь. Это может делать только в момент влюбленности можно делать. Она будет еще меняться, меняться. Ну, сейчас видно что-нибудь или нет? Все видно. Ну, хорошо. Помнишь, я тебя учил, как рисовать? Ты говоришь, папа, я только святые люблю рисовать. А я тебе говорил, у тебя есть чувство гармонии. Поэтому рисуй все, что ты хочешь. И все равно у тебя получится. Так что давай, Ален, я тебя обнимаю. Ты, пожалуйста, на вебинаре покажи расхлепощающие действия. А я буду показывать, как развить у себя мышление изобретателя. Чтоб человек в любой ситуации быстро создавал неординарные решения, которые помогают ему не только выжить, но и жить, и создавать. Давай. До встречи. Договорились. Всего хорошего. Пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok